Всем привет-привет! Вы на канале ВодКСН, канале на котором всегда есть что посмотреть по танкам. Если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Ну а в этом видео, ребят, мы прокрутим с вами рулеточку в разряде атипичности, хотя написали, что типичный розыгрыш. В отношении данной рулетки, я думаю, условия все и так знают. Здесь можно забрать себе контейнер с премиум танком. Причем, что самое классное, что в этом контейнере вы забираете танк однозначно. Единственное, что вы забираете танки, начиная от 5 левела и заканчивая восьмерками. И понятное дело, что разработчики сделали все возможное для того, чтобы на некоторые машины шансы увеличить, ну а на некоторые шансы уменьшить. Допустим, если идти по восьмеркам, то на WZ-121GFT я обратил внимание, что процент выпадения в 3 раза меньше, нежели на другие танки 8 левела. Ну а если мы с вами посмотрим на шанс выпадения пятерок, то обратим внимание, что в 2 раза выше шанс забрать себе именно пятерочку, нежели забрать себе ту же самую восьмерку. Ну, в шестерке немножечко выше шанс имеют выпадение, нежели семерочки. Короче говоря, все идет по версходящей. Чем выше левел танка, тем выше у вас вероятность его оттуда не забрать. Кроме того, в данной рулеточке меня заинтересовали вот эти вот контейнеры, в которых с какой-то долей вероятности, а именно с 20% можно забрать себе еще один контейнер. Именно поэтому, когда я копил себе игровые ресурсы этого события, а здесь, ребят, у нас есть возможность крутить данную рулетку только имея, я имею ввиду до конца, только имея все 250 штук каждого типа значков, а именно натяжи, ПТшки, средние и легкие танки. Ну и таким образом, для того, чтобы прокрутить рулетку до конца, необходимо собрать, как я уже сказал, по 250 значков каждого типа техники. Ну и, соответственно, именно этим я занялся, потому что брать себе Шкоду, которая и так присутствует в ангаре, смысла нет, а открывать контейнеры не настолько интересно, как крутить рулетку. Ну что, ребят, поехали. Давайте посмотрим, когда заберем главную награду. Я лично уверен в том, что главную награду я заберу себе, скорее всего, с последнего прокрута, она вряд ли разработчики раньше отдадут. В целом, я считаю, что поиграть, позарабатывать победы для того, чтобы покрутить эту рулетку, идея довольно неплохая. Дело в том, что все равно мы все играем, все равно мы все так или иначе забираем себе победы, играем на разной технике, в зависимости от нашего настроения. И при этом все, в этой рулетке можно забрать себе 3 легендарных внешних вида на ПТшку, тяжелый танк, либо на легкий или средний. Можно взять себе немножечко свободки, ну как немножечко, 3 раза по 750, я считаю, по 7, простите, 500. Я считаю, что это довольно-таки немало. Ну и плюс к тому, гарантом забрать себе танк 8 уровня, либо 5. Короче говоря, так или иначе, данная рулетка, она по факту беспроигрышная. Ну, разве что вам выпадет танк, который у вас присутствовал в ангаре, тогда да, действительно беда бедовая. Итак, ребят, контейнер с премиумным танком 1 уровня, 20% выпадения самого контейнера с танчиком. И что мы получаем? Получаем талисман, коих надо собрать целых 10 для того, чтобы собрать себе контейнер. Получаем никчемные, правда, бустеры, 200 свободки и x3 в количестве одной штучки. Ну, ладно, как есть, так есть, едем дальше. Не сильно, не сильно жирные награды выпадают из этих контейнеров, но будем надеяться, что из этих двух я все-таки смогу взять себе второй контейнер второго уровня. Вот, вот оно, контейнер с каму для легких и средних танков. Ну, смотрим, кого достану. Кто у нас здесь? Эх, блин. На Астрон Рекса легендарный внешний вид, он у меня присутствует, Астрон Рекса, внешнего вида не было. Хотя не могу сказать, что он мне как-то сильно нравится. Ну, пусть будет, пусть будет в коллекции, почему бы и нет. Одену на машину. В целом, дареному Астрон Рексу в зубы не смотрят. Ну, а точнее, легендарному внешнему виду на него. Едем дальше. Скорее всего, сейчас заберу либо сервер-бро, либо свободочку. Нет, иксы. Иксов, кстати, больше забрал, чем из контейнера. Ну, вот это диво дивное. А вообще, должно было быть как-то наоборот. Контейнеры, да, мне кажется, должны наоборот подкупать, подкупать своими наградами игроков, для того, чтобы игроки хотели эти контейнеры себе заиметь. Дошли до прокрута в 30 значков по тяжелым танкам. И здесь забираем себе 100 тысяч кредитов. Не густо, не густо. Честно говоря, 30 значков. Это, грубо говоря, 6 побед на восьмерках-десятках тяжах. Соответственно, проще было поиграть на тяжах. И за эти 6 побед я больше чем уверен, что собрал бы серебра поболее, нежели из рулетки. Открываем. Легендарный внешний вид для тяжелых танков. На клинка. Ну, клиночек-то у меня одет, но в целом, как награда, очень даже неплохо. Особенно для тех игроков, у кого клинок есть, и покупался этот клинок без легендарного внешнего вида в составе какого-то набора, либо вообще выпал из контейнера. В таком случае, я бы, честно говоря, обрадовался, потому что без этого легендарного внешнего вида клинок не клинок, а обычный ВК. Такс, 45. 45 значков за ПТХи. 9 побед приносят мне атипичность, аватар. Какая прелесть. Оставлю себе на память, пусть валяется в коллекции. Понятное дело, что катать с ним не буду. У меня свой аватарчик есть, который я люблю и уважаю. Контейнер с камуфляжом на ПТшечку. Ну, давай. Давай на что-нибудь, чего у меня нет. Шрам. Прикольно, прикольно. У меня на СУ-130ПМ шрама не было. И в целом, я лично доволен. Не зря, не зря собирал эти значки однозначно. 65 по ПТХам. Ну, давай. Фон профиля. Просто забираю фон и профиль меня не интересует. Опять-таки, у меня есть свой, который я точно так же люблю и уважаю. 7500 свободного опыта. И вот теперь, ребят, начинается самое интересное. Три контейнера. Два раза контейнеры по первому уровню. И, как я понимаю, с последнего прокрута главная награда будет. Ну, тут получше. Тут получше. Тут три раза по ИКС-3. Целых 600 единиц свободного опыта. И в два раза больше бустеров. Здесь дало немножечко поприятней. Никакой интриги абсолютно. Явно контейнер первого уровня. Кто бы сомневался. Но, давай контейнер второго левела мне. Не жадничай. Давай. Есть. Есть контейнер с премиумным танком. Забираем, ребят. Ну и теперь, понятное дело, осталось только забрать главную награду. И откроем сразу два контейнера. Что нам приносит первый контейнер? Барабанная дробь. Я лично рассчитываю на какую-нибудь восьмерку. Хотя сомневаюсь в том, что так оно случится. И Т-34 экранированный. Пятерочка, ребят. Пятерочка, о которой я говорил. Но, слушайте, если на халяву. И если у вас Т-34 не было. То я лично считаю, что довольно неплохо было бы, если бы у меня ее не было. По факту, решил даже посмотреть, чего у меня нет. У меня нет 112 ледяного. У меня нет панзер 8 и 8. У меня нет шерла мейна. И что тут у нас? Но, кого еще нет? Т-34 85 победный. Вот такие вот, ребят, мои шансы. Как думаете, получится забрать... А, еще нет у меня супер гуся. Как думаете, получится забрать то, чего нет? Или получу компенсацию серебром? Кстати, компенсации голдой не предусмотрено. А это уже обидно. Ну что, открываем. Давай мне, давай мне чего-нибудь, чего у меня нет. Пожалуйста. О-о-о-о! Ну да. Да, согласен. Шерла Мэйн приземляется ко мне в ангар. И, слушайте, ну я за себя лично могу сказать следующее. Я данной рулеткой доволен. Абсолютно не жалею, что собирал эти значки именно для того, чтобы рулетку покрутить. Забрал себе танк, которого у меня в коллекции не было. Я этому очень сильно доволен. Спасибо большое разработчикам за такую щедрость. Я, честно говоря, не ожидал. Где моя обновочка? Вот он. Вот он, Шерла Мэйн. Осталось только что-то придумать с легендарным внешним видом, которого у меня нет. Ну, ладно. Это уже дело наживное. Сложится, да будет тогда на машине одета. А нет, пока пусть будет голый. Вот такой вот прокрут рулеточки до конца. Пишите свое мнение обязательно в комментариях. Мне будет приятно почитать. А еще буду благодарен за лайк. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.